Друзья, друзья, я открываю на своем канале еще одну рубрику Она будет называться Добыть и приготовить Сегодняшнее видео будет посвящено бобру Итак, будем готовить бобра Но прежде чем его приготовить, его нужно добыть Что я сейчас и отправляюсь делать Для этого мы берем вот такой транспорт прекрасный, живой Мураш, его зовут Четыре ВД, полная блокировка, круиз-контроль и автопилот Берем лук с собой Ну и все Вот собаки коня видят, что седла есть, думают, что на охоту Так лают прекрасно В общем, поеду за бобром Я думаю, если будет удача, то будем его готовить На этой квартире, ребята, я брал весной бобра Я думаю, он здесь есть и сейчас Вон он Да, есть, ребята Волна пошла хорошая, большая Вот это поплыл Ну все Ну все В принципе, здесь, значит, мы и будем охотить его Волна Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok попал ребятушки охренеть попал вон он бьется ни фига себе на стрелях пытается уйти вот на этом пруду мы будем караулить бобра вот он бобрик ребята на стреле момент выстрела не успел снять небольшой но зато очень вкусно сейчас мы его торгнем итак бобор у нас был добыт вот я его разделал на порционные кусочки кстати бобр довольно таки неплохое количество мяса имеет в себе вот будем готовить бобра холодного копчения для этого мы его засолим не просто засолим замаринуем немножко маринаде с уксусом так как холодного копчения туксуса произойдет денатурация белка так высыпали мы нитритную соль сейчас рассол я попробую на вкус да еще немаловажный момент нужно добавить в рассол немножко сахару он придаст плотности немножко мяса так мы развели нитритку сейчас все на самом деле просто берем от приправу готовую хорошая приправа я всегда пользуюсь для стола шпика и кофе копчености без химии или всякой посыпаем укладываем мясо вот в казане мы его и засолим сахару вот так вот 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 так этим еще приправы приправы жалеть не надо в общем эти пакетики как раз рассчитаны на такое объем мяса все теперь будем готовить рассол для этого нам потребуется нитритная соль нитритная соль служит для того там добавим нитрит натрия чтобы мясо после копчения и обработки осталось аппетитного розового цвета если мы солим обычной солью потом коптим там маринуем мясо приобретает серый цвет что некрасивая не аппетитно поэтому нитритная соль дает нужный эффект слегка подогретой кипяченой воде сейчас мы разведем соль ну все добавляем еще немного обычной соли пересаливать не нужно чтобы потом не мачивать нитритная соль и уксус сами по себе очень хороший консервант ну рассол должен быть все равно довольно таки крепким потому что копчености они все таки все равно солеными должны быть спокойны соль ну вот таки будет все все добавляем уксуса много не надо добавляем уксуса чтоб только слегка кислило ну все заливаем наш рассол мясо утрамбовываем плотно даем рассолы везде пролиться вот так вот должен плотно полностью скрывать мясо заливаем весь рассол вот и все ребята и после чего поставим это на несколько дней в холодное место прохладное ну и вот собственно такая у меня коптилка туда я накладываю палочки сухие внизу плитка прикручена ты над плитки включая она загорается и потом закрываю когда закрываю она сильно разгореться не дает вот повешал мясо это только начало процесса а мясо уже покрывается коричневой курочкой все и так коптим ее так наше мясо готово скоптилось вот какая получился цвет некоторые кусочки посредине закоптили сильнее немного выложим ребрышки у нас запах просто обалденный надо будет снять вытащить и положить для охлаждения ребята у нас получился готовый продукт коптился вам где-то около восьми часов у меня такая самодельная коптилка сейчас я вам объясню как она работает старый маленький холодильник вот сюда вот я закладываю мелко напиленные дрова яблони или черемухи там предел антенн от электроплитки я его включаю дрова когда хорошенько уже зажигается и раскрывается то то есть я плитку выключаю и они тлеют уже сами по себе без электроплитки температура здесь не поднимается выше 45 градусов то есть это не горячее копчение получается очень экономично горят очень долго я буквально делаю две-три заправки хватает на 6-8 часов копчения дымом очень густо заполняется поэтому коптится довольно таки быстро видите мясо приобрело коричневый такой цвет внутри вот сейчас посмотрим вот внутри благодаря нитритной соли вот оно осталось вот таким вот красно-розового цвета никак не серая то есть окраска сохраняется благодаря нитриту натрия мы теперь просто это все положу холодильник для охлаждения но сейчас попробую прямо ребята получилось очень вкусно ну в общем то все приятного аппетита как говорится и до скорых встреч на моем канале